Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы сегодня разберем недельную главу Торы «Вайшлаг». Она начинается, дорогие друзья, с того, что Яков, ушедшему от Лавана, предстоит новое испытание – встреча с братом Эйсава. Учитывая их отношения, естественно, что Яков боится этой встречи и то, как он к ней готовится, учит и нас, как мы должны вести себя, когда нам предстоит нечто подобное. Прежде всего, Яков отправляет посланников на разведку и получает ответ – это Эйсав движется навстречу с вооруженной армией. Как же Яков готовится к этому? Первое, что он делает – он посылает подарки Эйсаву. Это для нас урок на все поколения. Дело отцов – знак для детей. Когда нам предстоит какой-то конфликт, первое, что мы должны делать – не демонстрировать свою силу и мощь, а попытаться всеми силами избежать столкновения. Это то, что делает Яков, посылая совершенно фантастические подарки Эйсаву с целью его задобрить. И в этом нет ничего зазорного. Нужно избежать конфликт, избежать жертв, потерь. Это самое правильное, что должен и может постараться сделать каждый из нас. Отправляя подарки, Яков дает указания вручать их постепенно, чтобы впечатление получилось сильнее. Вторая вещь, дорогие друзья, которую делает Яков – это молитва. Третья – он готовится к войне. Каким образом? Он делит семью на два лагеря, думает, как сделать так, чтобы при возможных потерях потерять не все. И это мудрый совет не только во время войны, но и как жизненный принцип на будущее. Всегда может оказаться что-то, что ты потеряешь, но у тебя должно быть что-то, что и останется. Дорогие друзья, насколько мы властны над обстоятельствами собственной жизни, нужно спросить себя. Мало кто из нас может однозначно ответить на этот вопрос. Все это можно свести и сводиться к трем главным состояниям – независимости, борьбе и подчинении. В каждом живет, так сказать, свое Я – чистая и непорочная душа, которая есть из сердца и главная составляющая нашего существа. Мы полагаем, что это Я не подтверждено измененным внешним обстоятельствам. Оно вечно пребывает вне диктата общества и условностей социальной жизни. Мы не всегда можем достигнуть этого Я, но нам все же выпадают отдельные моменты. Мы называем их моментами истины, когда наше истинное Я утверждает свою волю поверх всех и всяческих внешних обстоятельств, настаивая на правоте самой вечности. Однако большинству из нас сравнительно редко выпадает возможность прикоснуться к истине. Куда чаще мы пребываем в состоянии борьбы со своим окружением, с нашими привычками и стереотипами поведения, со страстями, что разрывают наше сердце. Состояние борьбы свидетельствует о том, дорогие друзья, что обстоятельства существования не всецело подчинены нашей власти. В то же время это знак того, мы еще не совсем поддались одолевающим нас искушениям. Мы противостоим силам, которые пытаются оторвать нас от вечной истины, живущей в глубине нашей души. Собственно, это и есть жизнь в ее полноте. И так люди конфликтуют. У них разные интересы, страсти, желания, темпераменты. Управление конфликтами, которые затрагивает каждую человеческую группу, это работа лидера, так сказать. Если лидер не уверен в своем назначении, конфликты будут продолжаться. Единственный ответ – познай себя. Мы должны бороться с собой, как это сделал Яаков в ту роковую ночь, отбрасывая человека, с которым мы постоянно сравниваем и боремся с собой. Принимая, что некоторым людям то, что мы выступаем, понравится, в то же время как другим нет. Понимая, что лучше добиваться уважения у некоторых, чем популярности у всех. Нет никого сильнее человека, который знает, кто и что он есть. Познай себя. Этого я нам всем и желаю. Браха вас лаха. Много сил. Шалом ваш Равин Капла. Шалом ваш Равин Капла.